Боитесь вы, понимаешь, боитесь. Ни один блогер, ваш блогер, ни один не вывез нашего блогера ни одного. Ни один вообще блогер ни один не вывез. О, Мискаль, ты меня искал. Привет. Здарова. Мы же с тобой на ты. Да, я со всеми на ты общаюсь. Пообщаемся. Пообщаемся. Ну, давай. Ну, ты же меня искал. Ну, да, очень сильно искал. Да, очень сильно искал. Что я искал? Скажи, тут есть вопрос у меня один, пока никто не ответил. Давай задавай. Может, ты ответишь? Может, ты ответишь? Не обещаю. Если никто не ответил, значит, может быть, тема, которую я не знаю. Про Запорожье. Мне вот это моя боль. Хочу про Запорожье спросить. Ой, про Запорожье. Это вот я встречался с вашим человеком. Мы это обсуждали уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Я слышал разговор. Нет, погоди. Ты слышал этот разговор. Так я же еще вопрос не задал. Потому что я знаю про вопрос. Как проводился референдум, если бла-бла-бла. Так вот, как Запорожье является частью России по Конституции, если там референдума не было, если там 2% населения и так далее. Мы это обсуждали с твоим, скажем так, адептом. Я же еще вопрос не задал. Ну, давай, ладно. Давай про Запорожье. Северный поток. Ну, я же еще вопрос даже не задал. Ну, давай, задавай. Скажи мне, пожалуйста, вот когда Запорожская область выходила из состава Украины, да, там было написано следующее. Согласны ли вы, чтобы Запорожская область вышла из состава… Можешь меня, пожалуйста, чуть тише сделать? Я себя очень громко слышу. Очень громко слышу. Давай сейчас. Спасибо. Чтобы Запорожская область вышла из состава Украины и потом только зашла в состав Российской Федерации. Там так было написано. У меня вопрос. Получается, Запорожская область должна была выйти из состава Украины по Конституции Украины, а зайти в состав Российской Федерации по Конституции Российской Федерации, правильно? Нет. А как? Ну, почему по Конституции Украины должна была выйти? А как область Украины выходит из состава Украины? По чьей конституции? На основе международного права. На основе какого международного права? Не по конституции? Нет, на самоопределение народа. То есть существование конституции все равно, да? Это кто тебе такое рассказал? То есть получается пункт в конституции, где написано, как происходит сецессия, она не должна существовать. Смотри, в общем дело. Я вот к предыдущему твоему, ну твоему другу, с которым ты потом пообщался после моего разговора с ним, я ему то же самое говорил. Но он сказал, что это другое. Вот Украина выходила из состава... Ты сейчас уходишь из темы. Ты сейчас уходишь из темы. Не-не-не, я тебе говорю, уходишь из темы. Не надо мне пример, смотри. Почему не надо пример? Подожди, или это другое уже получается? Нет, я сегодня специально читал конституцию Российской Федерации. Но? Как какой-то субъект должен зайти в состав Российской Федерации. Там определенный, есть перечни. И там есть такой пункт, что написано, что вы должны согласовать с этим иностранным субъектом. Например, если какая-то область из состава Украины заходит в состав Российской Федерации, вы должны в том числе согласовать из Украины. Я могу тебе даже это прочитать. Получается, вы нарушили конституцию Украины и конституцию Российской Федерации. Сейчас я тебе прочитаю. Что тебе именно читать? То есть, конституция Украины или конституция Российской Федерации? То, что ты хочешь. Давай. Условия... Ну, статья четвертая, это же пункт четвертая. Статья, я тебе не скажу. Можешь по ключевым словам найти условия принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. Принятие, сейчас, принятие в РФ нового субъекта, да? Угу. Конституция. Так. Получается, при принятии в Российскую Федерацию образований... Статья 4. ...нового субъекта должны соблюдаться государственный интерес Российской Федерации, принципы федерального устройства Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина. Статья 4. У меня начинается в качестве... ...исторические, хозяйственные и культурные связи. Статья 4. Условия принятия. Так. В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства, в соответствии с международным, междугосударственным договором о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части. Далее. Международный договор о заключенном Российской Федерации с данными иностранными государствами. Молодец. Покажи мне договор, пожалуйста, между Российской Федерацией и Украиной. Сейчас, погоди, подожди. Погоди. Сейчас. Смотри. Сейчас. Пока ты ищешь, чтобы какая-то область вышла из состава Украины... Сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. Это я тебе мешаю? Если мешаю, могу не говорить. Продолжай, ладно, продолжай. Чтобы какая-то область вышла из состава Украины, есть определенная процедура. Голосование должно быть в 2-3 областях. В каждой области должно быть минимум 100 тысяч. Эту процедуру никто не соблюдал. И если уж в Запорожской области, в вашей Конституции, написано, что она полностью в составе Российской Федерации, то получается и мой город Запорожье тоже в составе Российской Федерации. А я бы хотел узнать, как город, мой город Запорожье, стал частью Российской Федерации, и даже референдума тут не было никакого, и Запорожье не было в оккупации. Ну, я залез еще и Конституцию Российской Федерации немножко изучил. Получается, и Украину нарушили, и Россию. Мы этот вопрос уже обсуждали. Ну, так ответь, пожалуйста, потому что пока что ни один ваш блогер не ответит. Подожди, подожди. Все, дальше я жду, давай. Если вдруг случайно переключится, моя левая рука тут, мышка тут. А правая рука тут. Да, вообще все равно. Ну, просто, чтобы... Так, смотри, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Где это? Где это? Смотри, какой прикол получается. Готов воспринимать? Конечно. Смотри. Постанавливаю признать суверенитет и независимость Херсонской области. В том числе и Запорожской области касался. Понимаешь суть? Смотри, провели референдум. Референдуме проголосовали. Соответственно, когда по референдуме увидели, что воля и извеления народа хотят вступить в состав Российской Федерации, как в субекс Российской Федерации, соответственно, мы объявили о независимости, признали суверенитет и независимость этих республик. Все в соответствии с международным правом. Северный поток. Как тебя зовут, кстати, извините, я не знаю. Владимир, ты знаешь, может, его знакомо. Нет, я забыл, честно. Я помню Северный поток. Ты же сам только что читал Конституцию Российской Федерации. Ну. Там уже написано, как это должно быть. Иностранного государства, часть, если это СССР, то да. Ну, понимаешь, в чем дело. Здесь же получается как? Что? Как Крым. Понимаешь, смотри. Открываем Конституцию. Так и Крым. Так и Крым было нарушение. Не, не было. Смотри, открываем. Не было? Читаем дальше. Хорошо. Там же четвертая статья, несколько пунктов, да? Давай. Дальше. Третий пункт. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если указано в пункте 2 настоящей статьи международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области. Четвертый пункт. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта часть иностранного государства, этому субъекту предоставляется статус республики, края области, автономной области или автономного округа в соответствии с указанными в пункте 2 настоящей статьи международного договора. Получается, был объявлен референдум, на референдуме люди проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Соответственно, Российская Федерация, как постоянный член Совета Безопасности ООН, ссылаясь на международное право, объявляет о независимости и суверенитете данных республик, основываясь на волеизвеления народа. И получается, что состав России, Херсонская и Запорожская области выходили не как часть Украины, а как независимые государства, то же самое, что было и с Крымом. Когда парламент Крыма объявил свои независимости, ссылаясь на международное право и решение суда в отношении Косово 2001 года, когда они объявляли свои независимости. Только Крым имел право такое, они были автономная республика, у них была своя конституция. А Запорожская и Херсонская области пошли по другому пути, но так или иначе все в соответствии с международным договором. Я тебя насчет Крыма поправлю, ты не знаю, соврал осознанно или нет, и вернемся к Запорожье. Первая статья Конституции Крыма гласит, что Конституция Крым выполняет все свои, скажем так, вопросы, соответственно, Конституции Украины. Можешь открыть, прочитать. И поэтому по Конституции Украины Крым должен был выйти, и состава Украины должна произойти цецессия. То же самое, что я тебе только что говорил. Смотри, объявление, объявление... Ну, вернемся к Запорожье. Не будем уходить в стены. Объявление, независимости Крыма. Я тебе по поводу Запорожья уже сказал. Объявление, независимости Крыма... Так ты мне на вопрос не ответил. Что тебе на вопрос не ответил? На какой? Повтори еще раз. Ну, я же тебе сказал, вы и не по Конституции Украины не соблюдали, и по Конституции России тоже. Вы просто провели референдум... Почему? Полностью по Конституции России. Нет, нет. Я же только что показал, что да. Где договор с Украиной? В четвертой статье говорится четыре разных пункта, разные условия. При которой при принятии объявляется статус независимости, то есть республики, края, области и так далее, в соответствии с международным правом. Статус независимости? И получается как? Смотри. Получается как? То есть, с одной стороны, Российская Федерация могла объявить... Допустим, Херсонская, Запорожская область в качестве администрации могли объявить о своем суверенитете независимости от Украины. Сейчас, подожди тут. Крыму это произошло. Еще раз, извини, что перебиваю. Ты сказал независимость, да? Суверенитет и независимость. Да, как область может сама себе объявить независимость? Так же, как, собственно говоря, Косово объявила о своей независимости от Северенитета. Ты знаешь Конституцию Косово? Я не знаю. Почему здесь это? Я тебе говорю точно так же. В соответствии с международным правом был прецедент. Смотри, существует Конституция. Я же тебе еще раз объясняю. Ты уходишь от Конституции. Есть четкий порядок. Чтобы в Украине произошла сцессия, ты же понимаешь, да, чем аннексия отличается от сцессии. Чтобы произошла сцессия, голосование должно быть не в 100% областях, а в 2-3 областях Украины. В каждой области должны проголосовать минимум 100 тысяч человек. И тогда Запорожская область имеет право получить независимость в Запорожье, в составе Запорожья тоже. А так получается, что сцессию вы не соблюдаете. Запорожье вообще в оккупации не было. Вы просто оккупируете, подчеркиваю еще раз, оккупируете Запорожскую область, проводите там референдум. Приходят 30 тысяч, и вы говорите, что не по Конституции Украины, не по Конституции России. Просто включайте всю, подчеркиваю еще раз, всю Запорожскую область. Сделай меня чуть-чуть еще тише, пожалуйста. Всю Запорожскую область в состав России. Это как? То есть, грубо говоря, вы сейчас можете собраться где-нибудь в России, провести референдум, и Нью-Йорк зайдет в состав России. Ну, это же то же самое. Нет. Как это нет? Ну, докажи обратное. Так я же тебе уже сказал все. Ну, то, что ты сказал, это полный бред. Ты сам понимаешь, что это полный бред. Смотри. Ты просто мне прочитал. Смотри. Понимаешь, в чем дело? В чем? Когда происходит сецессия, как таковая называется, сецессия не особо-то подходит, по большому счету. Ну, потому что сецессии не было. А должна была быть сецессия. Когда область получает... Нет, ну, должна была быть сецессия. Когда область... Смотри, вот опять же, вот опять же, просто пример тебе привожу. Когда Косово отделяли силовым методом от Сербии, была сецессия или что это было? Сейчас, извини, извини, я себя чуть тише сделаю. Извини, пожалуйста. Да, лучше себя тише сделаю, у тебя микрофон зашкаливает. Вот так нормально? Да, лучше. Так, когда... Сейчас, что ты мне спил? Что ты говорил себе? Повтори, пожалуйста. Я тебе говорю, что когда Косово отделяется... А, не про Косово, извини, я говорил. Я еще раз говорю. Должна была быть сецессия, это было законно. Смотри, давай, давайте объясню, почему я привожу пример тебе Косово. Так, я не знаю конституции Косово, понимаешь? А не надо знать конституцию Косово. Я не знаю конституции Сербии. Нет, как это не надо? Не надо знать. А как? А я тебе сейчас объясню. Я тебе сейчас объясню. А ну, объясню. Когда Косово силовым методом отделили от Сербии, был Международный суд ООН, то есть высший институт, который вправе принимать решение, да, решать территориальные споры между государствами. То есть высший институт. Так вот, был суд. И в результате этого суда Международный суд ООН признал подобное действие, как отделение Косово от части единого государства, без референдума, без всего, законно. Тем самым Международный суд ООН создал прецедент. На основе которого другие государства имеют делать то же самое право, что и происходило в Сербии. Ответ мне, пожалуйста, на вопрос. Какой мне суд нужен, если я открываю конституцию Украины и конституцию России? И понимаю, что вы не ту конституцию не соблюдаете, не ту конституцию не соблюдаете. Еще раз, еще раз, если ты не понимаешь. Вы в Запорожску заходите, оккупируете Запорожску. Вы же оккупировали Запорожскую область, правильно? Нет. Нет? Отдай мне, пожалуйста, определение оккупации. Силовой захват, территория, смена власти, правительства и так далее. Чужой территории, которой не принадлежит. До 24 февраля, пока вы не заходили там. Я не помню точный день оккупации Запорожской области. Запорожская область была в составе какой страны? До 21 сентября в составе Украины. Ну, если вы до 21 сентября в составе Украины. Ты вот только что, ты себя сейчас уже не туда, тебя сейчас не туда понесу. Сюда не туда. Нет, нет, я понял. Ты сейчас вот допустил ошибку. Я сейчас объясню, почему. Какую ошибку? 21 сентября до 21 сентября принадлежала Украине. Если ваши войска находятся на территории чужой страны, это не оккупация? Нет. А что это? Ну, власти, которые были в Херсонской и Запорожской области, они были те же самые, которые были до того, как российские войска туда зашли. Володя, еще раз. Ты только что сам сказал, что до 21 сентября Запорожская область была в составе Украины. Смотри. А вы туда, подожди, подожди, подожди. А вы туда, подожди, а вы туда зашли. Силовой захват территории, смещение, в том числе и правительство. Вооруженный захват чужой территории. Да, при этом, при этом, при этом, еще меняется власть. При этом, еще меняется власть. Нет, не обязательно. Потому что вы можете подкупить власть, и власть ваша. Зачем менять? Ой, это, знаешь, можете, не можете, это все думал. Ну вот, а ты ж только что, вот ты только что сам себя закопал, когда сказал, что... Я зачем себя закопал? Я тебе объясняю. Международный институт, который признал купаться. Подожди, подожди, еще раз. Ты только что сам сказал, что 21 сентября Запорожская область была в составе Украины, правильно? Ну да. Ваши войска зашли на чужую территорию вооруженным образом, вооруженный захват был, до 21 сентября, правильно? Находились войска на территории Запорожской области. До 21 сентября, правильно? Да. Когда войска одной страны вооруженным путем заходят на чужую территорию, как это называется? Так а не было никакого вооруженного пути? Так а не было никакого вооруженного пути? Ранили, пацана ранили! Сука, по ногам стреляют, козлы! Сьогодні у Мелітополі окупанти закупили мера міста Івана Федорова. Так а не было никакого вооруженного пути? Только что в горожан, мирно идущих по своему городу, в поисках мера, из проезжающей машины оккупантов, была брошена светошумовая граната. Вот смотрите Украину. Вот так освободители обращаются с нашими дваждами. Так а не было никакого вооруженного пути? Окупанты! Окупанты! Домой! Домой! Мы безоружные! Фашисты! Домой! Вам тут не Россия! Вот вам шуки, а не украина! На хуй домой! Так а не было никакого вооруженного пути? Стреляют, стреляют, запугивают! У нас люди ничего не боятся! Наши войска просто зашли, там небо, все покинули, уехали. Единственное столкновение было в Средневом бульваре. На основе чего войска Российской Федерации заходят на суверенное государство, на территорию Украины? На основе седьмой статьи, седьмой главы, пятьдесят первой статьи, устава ООН. Покажи, ну скажи, прочитай. Я сейчас тоже загуглю. Давай. Почитай. Давай. Ну тоже прочитай, я тоже сейчас загуглю. Глава семь, пятьдесят первая статья. Так, давай. Да. Пятьдесят первая статья. Да. Глава семь. ООН. Да. Погоди, пожалуйста. Действия в отношении угрозы миру, вот это... Настоящий устав ни в коей мере не затрагивает неотъемленное право на индивидуальную и коллективную самооборону, если предает вооруженное нападение на члены организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимый для поддержания международного мира и безопасности. Какие вопросы? И... 22 февраля. Так. Президент Российской Федерации. Так. Основываясь на международное право, признает независимость двух республик. ДНР и ЛНР. Открываем отчеты и мониторинговой миссии ОБСЕ за 19, 20, 21, 22 февраля, включительно 23 февраля, и видим, как с 22 февраля были обстрелы по новым субъектам международного права. Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, с которой у нас были договора. Молодец. Читал этот договор? Какой? С ЛНР, ДНР. А дружбе, сотрудничестве, помощи, в том числе и военной? Да. Когда он вступил в силу? До спецоперации или после? Да я не помню даты. Суть-то какая? Как это какая? Ну ты же сказал, основываясь на этот документ, этот документ вступил в силу после спецоперации. Знаешь почему? Потому что в 28 статье этого документа написано, что настоящий документ вступает в силу после обмена документами. А теперь за гуглей, когда произошел обмен документами. Причем здесь это-то непосредственно? Ну договор вступил когда? Ну ты же основываешься на этот договор с ЛНР и ДНР. Я основываюсь на международное право. Нет, только что говорил за договор с ЛНР и ДНР. На устав ООО. Где в уставе ООО написано, что вы можете оккупировать чужую территорию? Настоящий устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члены организации до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимый для поддержания международного мира и безопасности. 22 февраля было признание республик независимых. На карте, на международной арене, на мировой политической карте появилось два субъекта международного права. Луганская народная республика и Донецкая народная республика. 23 и 22 произошло вооруженное нападение на две эти республики. Так, так, допустим. Эти две республики попросили помощи Российской Федерации о пристановлении той бонни, которую Украина затеяла против этих двух республик. Попросили помощь каким образом? Сделали договор, правильно? О дружбе и сатуре. Попросили, и мы, собственно, безотлагательно пришли на помощь. Допустим. Точно так же. Причем тут Запорожская область? Смотри, точно так же, абсолютно точно так же, как и, собственно говоря, была ситуация в Косово по отношению к сербам. Я не знаю эту ситуацию. Соединенные Штаты Америки, в том числе Байден, призвал НАТО бомбить Белграду. Потому что ущемлялись права и так далее. Не было никакого договора между Косово и Соединенных Штатами Америки. Смотри, давайте по-другому донесу. Твоя власть, когда начинает спецоперацию, Лавров, Песков заявляет, что наша цель не входит в оккупация Украины. Правильно? В самом начале было так, да. Кто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто. Демилитаризация и геноцификация. В самом начале было так, да. Вы заявляли такое? Да, потом Владимир Владимирович заявил о том, что когда начались обстрелы Курской и Белгородской областей со стороны вооруженными силами Украины, Владимир Владимирович заявил, он говорит, что государство Украина, если вы не прекратите делать то, что вы делаете, мы поставим под вопрос вашей государственности. Что делать? Собственно говоря, Запорожская, Херсонская область, это вопрос государственности Украины. Не понял, еще раз. Вы говорите, вы не будете оккупировать Украину, проводите спецоперацию, а в итоге оккупируете Украину. Потому что Украина спровоцировала вопрос государственности. Было предупреждение. Да, ты только что признался, что вы оккупировали Украину, правильно? Нет. Ну как это нет? Не было оккупации Украины. Не было оккупации Украины. Было освобождение, было освобождение территории от контроля Украины, вот все. Оккупация не произвелась. Вы освободили Запорожскую область от Украины? Да. А Запорожская область вас просила освободить от Украины? Был референдум, люди проголосовали, все. Еще раз. Какие вопросы? Еще раз. Ты говоришь, вы освободили Запорожскую область от Украины, потому что попросили люди. Где я могу посмотреть или прочитать, как люди Запорожской области, я из Запорожья, как люди Запорожской области просят, чтобы вы освободили Запорожскую область от Украины? Результаты референдума? Результаты референдума? Там написано совершенно другое. Там написано, что вы за то, что выйти из состава Украины и войти в состав Российской Федерации. В Запорожской области живет миллион семьсот человек. Явка была, по вашим данным, всего лишь 30 тысяч. Скажи, пожалуйста, основываясь на эти 30 тысяч, вы решили, что все жители Запорожской области хотят выйти из состава Украины и войти в состав Российской Федерации и хотят, чтобы вы их освободили? Да, абсолютно верно. Володя, тебе не смешно сейчас оцену на себя? Нет, абсолютно не смешно. 30 тысяч из миллион шестьсот? Вообще все равно, хоть пять человек. 30 тысяч из миллион шестьсот? По фигу. То есть, получается, в каком у вас городе сейчас больше всего украинцев? Есть какое-то такое... Да, не знаю, на территории всей России у нас украинцев много. Нет, ну, например, возьмем Питер, да? Например, возьмем Питер. То есть, получается, если сейчас в Питере Украина проводит референдум, и какое население Питера? Семь миллионов. Семь миллионов. И, ну, давай, если... Сейчас, подожди. Миллион шестьсот. Три. Пять. Ну, давай, пять. Сто пятьдесят тысяч и сто пятьдесят тысяч и семи миллионов хотят быть Украиной. То Питер входит в состав Украины просто так? Нет. А как? А что? Ну, потому что. Как это? Что за двойные стандарты? Это не двойные стандарты. А что это? Какое право? Какое право? Международное. Какое право? Я же тебе только что привел пример. Ну, ты говоришь мне полную чушь. Где написано? Я тебе говорю не. Ты говоришь, что Запорожская область... Смотри. Стоп, ты что-то что сказал? Микаэль тебя зовут, да? Микаэль, без мягкого. Микаэль. Смотри, Микаэль, понимаешь, какая ситуация? Я же тебе объясняю, почему я тебе сосался на Сербию и Косово. И почему я тебя уточнил по поводу высшего института международного, который вправе решать территориальные споры. О том, что этот международный суд ООН в 2001 году признал действия, которые произошли в Сербии, отделение Косово законным и допустимым, не нарушающим международное право. Тем самым создался прецедент, понимаешь? Вот и все. Исходя из этого прецедента, соответственно, строится вся остальная политика. Поэтому на всех голосованиях люди осуждают то, что агрессию России против Украины. Вот такая поддержка, да? Слушай, а голосование, все это, ты давай открывай, что такое всякие резолюции, ты про это же говоришь. В том числе. Ну, открой, посмотри, что такое резолюция. Но есть рекомендательный характер. А в России есть право вето на это все. И что? Так ты же говоришь, что поддержали, но ты же понимаешь, что все страны не поддерживают. И ты, я сейчас задаю прямой вопрос, на который ты мне до сих пор... Смотри, поддержка стран, это вообще вопрос пятый и десятый. Не нужна Россия, Российская Федерация поддержки других стран. Володя, я тебе задам вопрос еще иначе. Как Петер сейчас должен выйти из состава Российской Федерации? Санкт-Петербург в теории может выйти из состава Российской Федерации, только в том случае, если у нас в Москве произойдет государственный переворот, начнется гражданская война, и жители Петербурга объявят о независимости от России, объявят о провозглашении независимости, так скажем, Ленинградской Республики, например. В этих условиях, при этих случаях, возможен теоретический выход из состава Российской Федерации. Что произойдет? Переворот? Да. А 24-го года в Украине был переворот? Нет, Украине был 14-го года. О, твоя любимая тема про Януковича? Нет. Ты не устал обнимайливались? Это не моя любимая тема про Януковича. Я тебе говорю, только произошло. Знаешь, что я скажу про Януковича, про переворот? Вот это единственный вопрос, что я с тобой согласен. Знаешь, в чем? Что я согласен, что Янукович не по Конституции самоустранился. Все-таки он должен был четвертый пункт соблюдать. Все-таки он должен был написать добровольно и уйти. Вот тут он нарушил Конституцию. Не по Конституции самоустранился. Вот тут я с тобой согласен. Не по Конституции было. Он Конституцию не нарушал. Я же говорю, он должен был по Конституции написать и выйти, а он не написал. Вот Ельцин у вас написал. С той формулировкой, которую его отстранили, должен был решать Конституционный суд, потому что ему вменили нарушение Конституции. Молодец! Решение Конституционного суда есть? Распустили уже его. Четырех судей убрали. А Верховная Рада до скольки судей может убирать? До четырех. До шести. До шести. Ну, молодец. Что нарушили? Четырех? Ну, так не было Конституционного суда, понимаешь? Ну, так почему Янукович не подал Конституционный суд? Не-не-не. Ты почему-то... Смотри. Давай, смотри. Ты почему-то говоришь, почему Янукович не подал, но ты не задаешь вопросом, на каком основании его отстранили. Я же тебе сказал. Его никто не отстранял. Я же тебе только что сказал. Я с тобой согласен. Янукович должен был написать и выйти, а он не по Конституции ушел. Осуждай его. Слушай, я эту тему уже... Вы просто ее обсуждали миллиарды раз. Я не знаю, почему вы настолько в упору-то вот в это не хотите это принимать. Что принимать? Верховная Рада своим постановлением написала, что объявила о самоустранении президента Януковича. Врешь. Врешь. Давай. Там было написано, что Янукович самоустранился. Верховная Рада его не устранила. Да. Самоустранился в результате чего? Почему? Текст... Назовение хотя бы одного человека, кто знает, почему Янукович самоустранился. Смотри. Текст постановления об отстранении... Я тебя могу, я наизусть знаю. Там написано было... Януковича. Президент Украины вне конституционным способом самоустранился. И там объявить следующее голосование. Смотри. Учитывая, что президент Украины Виктор Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий, что представляет угрозу для управляемости государством, территориальной целостности, суверенитета Украины, массового нарушения прав и свобод граждан, исходя из обязательств и крайней необходимости Верховной Рады Украины, выражая суверенную волю украинского народа, постановляет установить, что президент Украины Виктор Янукович не конституционным способом самоустранился от существования конституционных полномочий. В соответствии с пунктом 7 часть 185 Конституции Украины назначены очередные выборы президента. В постановлении вступают в силу с момента его принятия. Что тебе не нравится? Что не так? Каким образом Янукович сам устранился? Как это, каким образом? Покинул Украину. Покинул Украину? Ну да. Когда он покинул Украину? 21 февраля он начал все выносить из дома. Покинул территорию Украины, если не ошибаюсь, 25 февраля, по-моему, или 24 февраля. По данным СБУ, он покинул территорию Криму, по-моему, 24 февраля. А 22 февраля повисли постановления о том, что он сам устранился. Можно вопрос? Ты же любишь все, ты же любишь как логично все. Скажи, пожалуйста, почему он из дома все выносил, если он не собирался покидать Украину? Потому что угрожало ему жизнь и безопасность. Нет, я говорю, почему все он из дома выносил, если он не собирался покидать Украину? И еще за день до подписания угоди з опозицією з резиденції 4-го президента Почали выносить майно, картини, икони, коштовності, зброю, бронзові статуи і маленького цуцика. Три дни все це складалось у вантажівки і зникало в невідомому напрямку. Сам тодішний господар Межигір'я з'являється на відео кілька разів. Остання його поява перед камерою зафіксована 21 лютого, близько 9 вечера. У цей момент люди на ганку замотують картини в політелен і складають їх у вантажний Мерседес. Янукович кілька секунд спостерігає за процесом, а потім зникає. Потому что ему его жизнь угрожала опасность. Потому что 20 февраля он был в Киеве, подписал, пошел на уступки с майдановцами, ему начала угрожать опасность. 21 февраля уже, когда он покинул свою резиденцию, начались проверки у него в доме, к нему завалились домой. Ещё показывали это в СМИ у вас. А 22 февраля его отстранили. Понимаешь, получается, что это всё такое? Потому что, естественно, опасаясь за жизнь и здоровье себя и семьёй, он покинулся. Ой-ой-ой, подожди, подожди, сейчас что за звуком? Стоп. Скажи что-то. Я говорю, он 20 февраля. У тебя начал фонить, осторожно, у тебя, может, что-то фонит очень сильно. У меня не понятник. А мой голос сейчас фонит? Ну, русский звук сейчас, ладно. Поговори так. Скажи, пожалуйста, если Янукович, как ты говоришь, ему угрожало что-то, то есть он собирался покинуть территорию Украины? Он покинул территорию Украины будущим устранённым президентом. Нет, ты говоришь, я говорю почему. Он покинул территорию Украины не как президент. Понимаешь? В чём дело, он покинул страну не как президент. Он покинул страну, уже будучи обычным гражданином Украины. Понимаешь? Ещё раз. Ты мне говоришь. Я говорю, почему Виктор Янукович всё выносит из дома? Ты говоришь, потому что... я не имею задаем этот вопрос ну вот мышцы тогично судим если человек а тут нет тут нет логики понимаешь что время требует слагательно наклонения хорошо блин почему почему со звуком случилось очень сильно хранит очень сильно что-то прям передергивает если человек нашим дел если бы если бы покинул территорию украины будучи еще президентом можно было сказать что он южный конституционный способ покинул страну и бла-бла-бла-бла-бла-бля теперь но получилось так какая ситуация мы имеем с тобой факт и вот двадцать второго отстраняют а 24 он покидать страну получается сначала ее его отстранили за невыполнение конселяции неконституционное отстранение хотя вот не констинационное отстранение то есть это о чем говорит говорит о том что была нарушена конституция правильно давай щас como что я как только сейчас скажу володи пожалуйста подними свою руку. Может, у меня звук с опозданием идет? Потому что не пойму, что происходит. Володя. Ну, я тебя слышу прям сразу. Ага, все отлично. Еще раз, смотри. Существует разведка, существует СБУ, существует куча органов, которые заранее могут что-то определить. Не нужно ждать, что-то произошло, чтобы принимать какие-то меры. По факту, по факту, Верховная Рада СБУ, они оказались правы. Виктор Янукович и так собирался покидать Украину. Что мы видим де-факто? Виктор Янукович покинул Украину, 21 февраля все выносил из дома. Какие могут быть вопросы? Скажи, что не так? Как раз таки, понимаешь, я же тебе только что сказал, что если бы он покинул бы страну, будучи еще президентом, вопросов бы не было. Если бы он убежал бы, реально, будучи президентом страны. Покинул неизвестное направление, хер пойми, куда пропал. Это один разговор. И то, даже в этом случае идет нарушение Конституции Украины, правильно? Какое нарушение? Президент, будучи Верховным Главомандующим страны, имея в президентской парламентской республике, покинул свой пост, нарушив Конституцию, по которой он должен был находиться либо на рабочем месте, или на территории страны, и так далее, и тому подобное. Соответственно, дальше. Какая здесь ситуация? Кто может решить, принять решение о нарушении Конституции? Конституционный суд. Покажи мне решение. Конституционный суд? Был ли Конституционный суд в отношении того, что Янукович нарушил Конституцию? Нет. Тогда на каком основании Верховная Рада выписала постановление о том, что он неконституционно самоустранился, если у нее нет таких полномочий? В смысле? Как это нет таких полномочий? Если президент... Ты сейчас сам говоришь. Если президент... Должен был быть Конституционный суд, который решает... Нет, я тебе не так сказал. Я тебе сказал, что Конституционность любого вопроса решает Конституционный суд. Ты меня, ты сейчас говоришь, что Украина нарушила Конституцию. Нет, ты же говоришь, что Украина... Я тебе говорю. Если Украина... Если Украина... Ты же говоришь... Нет, я же говорю. Ты же говоришь, что Украина нарушила Конституцию. Если Украина нарушила хоть какой-то пункт Конституции, это решает Конституционный суд. Покажи мне, где конституционный суд говорит, что Украина нарушила какой-то пункт из Конституции Януковича обвинили в неконституционном То есть неконституционно означает нарушение Конституции То есть это знак равенства Неконституционно значит против Конституции Нет, там написано в неконституционный способ Самоустранился, знаешь почему? Потому что в Конституции Украины не написано, что делать Если президент страны самоустраняется Не написано Значит, его обвиняют в нарушении Конституции, верно? Нет, его не обвиняют в нарушении Конституции. Его обвиняют в том, что он не выполняет свои обязанности, свои президентские обязанности. И если бы Янукович подал бы в Конституционный суд, тогда бы все было нормально. Но, Янукович, почему тогда, если Януковича отстранили не по Конституции, как ты утверждаешь, почему Янукович не обратился в Конституционный суд? Почему его отстранили без решения Конституционного суда? Смотри, мы же можем это долго крутить, я же тебе долго дал ответ. Можем. Ты пытаешься... Нет, я ничего не пытаюсь. Смотри, я тебя сейчас минимализирую, чтобы долго не мусулись в твою любимую тему. Я тебе скажу, ты мне можешь дать решение Конституционного суда, где мы нарушили Конституцию? Если нет, не о чем дальше тут говорить. Ты можешь мне дать нарушение Конституционного суда, где Янукович нарушил Конституцию? А кто сказал, что Янукович нарушил Конституцию? Он сам устранился в Николе Конституции. Ну, и? Это равно не... Нет, это твои домысли. Там не написано, что он нарушил Конституцию. Там написано, что он не выполняет свои президентские обязанности. Кто это уполномоченный решает? Это уже другой вопрос. Ты сейчас говоришь о нарушении Конституции Украины. Ты обвиняешь меня. Ну, не меня, ты обвиняешь Украину в нарушении Конституции Украины, правильно? Да. Покажи мне решение конституционного суда. Это все, что я тебе прошу. Ты прикольный. Прикольный малый. Тебе сколько лет? Ты же мне не можешь предоставить то, что я... Тебе сколько лет, Северно? Тебе сколько лет? Достаточно. Ты же не можешь мне предоставить? Подожди, ты сколько лет? Подожди, не уходи с ним. Но я просто... Мне интересно, ты насколько старше меня, что я малый? Ты... Это выражение такое, идеологическое. Ты понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Опять же, вот вы почему-то, когда начинаете ссылаться на то, что Янукович самоустранился, неконституционная Верховная Рада вынесла постановление, а потом ты спрашиваешь мне по поводу решения конституционного суда в рамках того, чтобы была нарушена Конституция, то есть якобы оправдывая действие того, что произошло, очень сильно забывая, что по Конституции Украины президент может быть покинут пост либо в четырех пунктах, которые указаны в 108-й статье, либо в результате объявления ему импичмента на основе Конституционного суда. Так вот, скажи, пожалуйста, на основе какого Конституционного суда Верховная Рада 22 февраля написала постановление о том, что Янукович нарушил Конституцию, самоустранившись о своем выполнении задачи? Кто ему это... Не на основе, я же... Кто истец? Он ответчик, кто истец? Я тебе еще раз объясняю, и надеюсь, это делаю в последний раз. Если ты утверждаешь, что какая-то Конституция была нарушена, ты мне показываешь решение Конституционного суда, и все. Докажи мне то, что Янукович отстранили законно. Его не отстранили, и ты продолжаешь повторять, и я тебя продолжаю исправлять. Это можно ему солить долго. Президент Украины, Виктор Янукович, самоустранился от выполнения Конституционных полномочий. Кто это решил? Что он самоустранился? Факт. Кто это решил? Верховная Рада, например. На основании чего Верховная Рада решила? На основании того, что Януковича нет. В смысле на основании чего? Янукович был на территории Украины 21-22 февраля 23-го... Подожди, по факту он покинул Украину. Что нет, да. Что нет, если да. Неудобно получается, я понимаю. Еще раз, докажи мне... Володя, ты можешь это крутить сколько угодно. Я тебе говорю... Не я тебе должен доказать. Ты мне должен доказать, что это незаконно. Не я тебе. Ты что-то путаешь. Уже сказал об этом, потому что у вас решение... Покажи мне решение Конституционного суда. Смена президента? Смена президента у вас прописана в Конституции. По каким пунктам меняется президент? Володя, смотри, ты опять что-то путаешь. Ты меня обвиняешь, не я тебя. Если ты меня обвиняешь, покажи мне решение Конституционного суда. Все очень просто Не нужно показать тебе решение конституционного Тебе нужно показать Недостаточно показать конституцию Украины В которой говорится о тех полномочиях Которых Верховная Рада может менять В адрес президента На основании чего Верховная Рада может сместить президента Еще раз Ты допускаешь ошибку Его никто не сместил Его никто не убрал Его никто ничего не делал Давай еще раз для непонятливых Верховная Рада Да, ваш Верховный Совет дает текст постановления, постановил, решила Верховная Рада о том, что учитывая, что президент Украины Виктор Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий, у меня сразу вопрос. Кто ему вменил, что он нарушил конституцию, самоустранился вне конституционных? Кто это решил? Кто его истец? Покажи, где там написано, что нарушил конституцию. Зачем ты врешь? Ты серьезно дурака обнимаешь сейчас? Прикалываешься? Зачем ты специально врешь? Ты реально не понимаешь, что я тебе говорю? Смотри, очень коротко. Я понимаю, что ты кроме этой темы ни о чем не можешь говорить. Я не понимаю сейчас. Смотри, кто кого обвиняет? Ты обвиняешь Украину, правильно? Все очень просто. Ты обвиняешь. Ты должен доказать. Ты не можешь доказать. Ты только говоришь, вы Янукович... Я тебе сейчас говорю о следующем. Что в конституции Украины черным по белому прописано, как может меняться власть. Есть четыре основных пункта и также есть дополнительный пункт, дополнительная статья о вашей конституции, при которых... Погоди. При которых Верховная Рада может отстранить президента. И там написано условия, при которых Верховная Рада может отстранить президента. Понимаешь? И там четко про белому прописано о том, что в результате конституционного суда, на основе решения конституционного суда, Верховная Рада имеет право отстранять. Так вот, скажи мне, пожалуйста, на каком основании Верховная Рада заявила о том, что Янукович самоустранился и объявила о датах выбора, когда у него не было такого конституционного права? Давай так мы с тобой поступим. Вот смотри, я когда буду выкладывать этот ролик, ты тоже будешь вложить этот ролик, мы с тобой уже 20 минут мусолим эту тему, ты говоришь одно, я по кругу. И вот так мы кругом. И есть еще очень много тем, которые я хочу с тобой обсудить, поэтому я предлагаю этот момент, который мы крутим уже 20 минут, зрители скажут, кто из нас был прав. Давай мы пойдем дальше. Я просто хочу понять, почему вы забыли по поводу презумпции невиновности, или у вас это не работает. Хорошо, Володя, послушай меня. Я смотрел у своего товарища Квитана, ты с ним об этом говорил 40 минут. Сейчас еще 20 минут со мной говоришь. Хорошо, да, не понимаю. Все, давай, вот ты понимаешь, вот ты 20 минут будешь говорить одно, я буду тебе 20 минут говорить. Да, я тебе 40 минут буду говорить одно, и мы так 40 минут поговорим, и в итоге, я так понял, эта тема никуда не сдвинется. Ты, ты, если докажешь, что Конституционный суд какое-то решение принял, я скажу, все, ты прав. Я хочу пойти дальше, у меня есть еще пару вопросов к тебе, и я хочу к тебе их задать. Понимаешь, я должен доказывать тебе, что Конституционный суд должен быть какое-то решение. Ты должен мне доказать, ты говоришь, что нарушены. Я говорю, что нарушена была Конституция, потому что президента Януковича отстранили, выставляя постановление Верховной Радой, не имея Конституционных полномочий, понимаешь? Смотри, я же тебе только что предложил альтернативу, ты же опять крутишь, я тебе буду говорить. Смотри, ты переворачиваешь мои слова. Я не переворачиваю твои слова. Я тебе объясняю, почему я утверждаю, что Конституция Украины начинает с ним в эту право нарушить. Потому что Верховная Рада выпустила постановление об отстранении, то, что она сама устранилась и объявила о датах выбора в нарушении Конституции. Хорошо, я когда вижу, смотри, я когда вижу, что мы обсуждаем какую-то тему, вот ты можешь даже 3 часа будешь говорить это, я еще 3 часа буду говорить это, и в итоге разговор получится не таким интересным, как он может быть. Поэтому мы тут... Да тут дело интересности разговора, речь-то не об этом идет. Ты уже сказал все, что хотел насчет этого. Я тоже сказал все, что хотел. Я тебе говорю напрямую, все, что ты насчет этой темы уже мне сказал. Все, что я хотел, тебе ответил. Я хочу пойти дальше, у меня есть еще парочку вопросов к тебе, где ты врешь, я хочу, чтобы твои зрители знали правду, понимаешь? Ты мне сейчас сказал, что я вру касательно Конституции Украины, но при этом ты не смог мне доказать обратное. А ты мне смог доказать обратное? Да. Да? Это ты сам решил? Нет, я тебе сейчас только что сказал. Что ты смог мне доказать? Есть Конституция Конституции? Но ты опять веришь в эту тему. Смотри, я тебе скажу... Конечно, конечно, потому что мне не нравится, когда мне говорят, что я лгу. Все, давай, решение касательно суда можешь показать? Нет, идем дальше. Покажи мне статью Конституции, которая позволяет Верховной Раде в стране президента... Покажи мне решение касательно суда, что мы нарушили Конституцию. Но ты дурачка включаешь, да? Нет, дурачка включаешь, я же тебя не оскорблял. Я тебя не оскорблял, я же тебе говорю. Ты же не... Понимаешь? Сначала произошло действие, сначала вынесли постановление, что он самоустранился неконституционным способом, да? Верховная Рада. Хотя Верховная Рада, понимаешь, не имела права делать такие постановления. Потому что в Конституции Украины прописан только один, одно случай. Вроде, вроде. В Конституции Украины... В Конституции Украины... Я тебе вот сейчас доказываю, но ты не хочешь вопрос слушать совершенно. И если ты это повторишь еще 15 раз, от этого ничего не поменяется. Я тебе еще 15 раз... Я повторю тебе еще 15, 20, 30 раз для лучшего усвоения. Я тебе 30 раз дам точно такой же ответ. Еще раз. Ты понимаешь, что мы с этой темой... Мы дальше, смотри. Мы с этой темой не сдвинемся. хочу хорошо я временем располагаю я знаю конституцию украины ты знаешь эти статьи читал сто раз смотри володя понять подожди что я читал кстати сто раз и был я не нашел я в них не нашел хорошо если если ты если тебя если если ты боишься каких-то моих вопросов ты можешь так сказать мне нравится когда меня обвиняют том что я вру я тебе конкретно объяснять подожди я тебя не стоп что эти что эти скалки две минуты назад я тебе сказал володя не есть вопросы к тебе где ты врешь своим зрителям но не уточнил где удано не уточнил где правильно ты до этого еще не сказала том что я вру по поводу того что странения нет я тебя сказал что ты врешь то его устранили эти сказал ты врешь его не устраняли он сама устранился до называть это как угодно убежал сам устранила дарь кто это решил володя если ты уже с третьим или четвертым блогерам подряд я снова солнышем буду матри смотреть 20 потому что ни один из ваших блогера в том числе и ты не можете мне ответить кто решил то что янукович сам устранил объяснил только что надеюсь это в последний раз я это делаю если ты обвиняешь человека подвижка кауте позиция я с тобой говорил про запорожскую область ты опять начал про януковича кто-то там что-то говорит и опять про януковича такое впечатление что ты всех специально кинуть пришли в результате переворота когда могла нет ты сам школа отмазали ситуации когда ленинград может хорошо заединиться от вас хорошо хорошо смотри у меня есть пару вопросов я как я не знаю когда тебя еще встречу поэтому эти хочу задать эти вопросы и хочу понять вот твое отношение на счетей даже не просто мне даваяч今 into us табувать смотри ты говоришь пока ты не покажешь решение к сону суда и так далее да типа мы не сдвинемся вот я тебе говорю покажем не решение конституционную суда в том что юнукович нарушу конституцию каким-то образом незаконно там либо саму строй я одесса мне чувствовала я тебя говорил что янукович на由з конституцию я тебе сказал я тебе сказал лишь чтобы я тебе сказал пыль все я тебе сказал молодье я с тобой согласен в том что было не по конституции только то что янукович должен был написать что он уходит а он не написал вот тут я его осуждаю должен был написать по факту по факту 5 начинаешь на дожди смотри и утверждаешь смотри ты утверждаешь что его устранили хорошо ты утверждаешь в том что он окей кину страну будучи президентом нарушил конституции окей вы его обвиняете в этом окей ты утверждаешь что его устранили, правильно? Я утверждаю в том, что Верховная Рада вынесла постановление, в котором написала, что Янукович самоустранился. Все, ты утверждаешь, что Верховная Рада его устранила, правильно? Я утверждаю в том, что Верховная Рада вынесла постановление, в котором написано, что Янукович самоустранился в тот момент, когда Верховная Рада не имела конституционных полномочий. Хорошо, ты утверждаешь, что Украина не имела права отстранять Януковича, а отстранила, правильно? Да. можно все скажи и осуждаешь вот можно такое делать или нет ты это осуждаешь это решает конституционный суд хорошо ты осуждаешь вот украина такое сделала ты осуждаешь что нельзя таким способом остранять президента ты осуждаешь это или нет ну естественно ты осуждаешь все на рашку тут со своей страны молодец молодец есть глупо нарушать конституцию все это выграешь скажи мне пожалуйста если такой честный будь пожалуйста сейчас честным до конца скажи пожалуйста если Если ты такое осуждаешь, почему Путин обращается к народу Украины и говорит, отстраните Зеленского и возьмите власть в свои руки, если такое делать нельзя? Владимир Владимирович обращается не к народу Украины, он обращался к вооруженным силам Украины. И контекст там был следующий, что вооруженные силы Украины, берите власть под свой контроль, с вами нам будет проще договориться. Возьмите власть в свои руки, что означает? Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Взять под контроль правительство свое. Ну, это не означает остранить Зеленский власть. Чтобы сесть и договориться. Это не означает остранить Зеленского? Нет. Где там сказано остранить Зеленского? Ты серьёзно сейчас? Я сейчас сыграю в твою игру. Где там сказано остранить Зеленского? Дословные слова есть там такие? Ты хочешь дословные слова? Конечно. Там есть дословные слова, отстраните Зеленского. Там есть дословные слова, возьмите власть в свои руки. Я тебе только что прямую цитату привёл. Вооружённые силы Украины, возьмите власть в свои руки, с вами нам будет проще договориться. Где сказано в его словах о том, что отстраните Зеленского? А что означает, хорошо, я не русский, ты русский, объясни мне не русскому, что означает возьмите власть в свои руки Еще раз, я играю в твою правил Играй в мою игру, все, хорошо, играю в мою игру, подожди, подожди Хорошо, 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 объясни мне не русскому, что означает в русском языке возьмите власть в свои руки Пожалуйста, объясни мне не русскому Это может означать что угодно Я вот плохо знаю русский язык, пожалуйста, объясни мне не русскому, что означает возьмите власть в свои руки Это может быть все что угодно Как ты думаешь, что это означает? Взять под охрану правительства Украины, найти главу, который будет выступать в качестве переговорщика, и который будет выступать в качестве голоса вооруженных сил Украины и правительства временно. Но не означает свергать президента, снимать его с поста и так далее. Во времена военного времени военачальник имеет право взять над собой командование. Путин не говорил, что в Украине сели неонацисты и власть захватили неонацисты, правильно? Говорил. Намекая на Зеленского. Мы все понимаем, что намекают на Зеленского. Ты сейчас серьезно, ты сейчас, подожди, я тебе задал вопрос, если ты честный, будь честным до конца. Ты сейчас реально на свою аудиторию утверждаешь, что Путин, когда говорил в Украине во власти сели неонацисты, он не имел в виду, в том числе, Зеленского. Не имел. Ты уверен, что он не имел в виду Зеленского, и ты сейчас это утверждаешь? Уверен на 100%, потому что в его словах не было этого сказано. Ага, и ты уверен, что он не Зеленского имел в виду? Да, абсолютно. И ты уверен, что когда Путин сказал, возьмите власть в свои руки, он не имел в виду, свергните президента? Уверен. Ты мне не можешь доказать обратное? Нет, я не хочу тебе доказать обратное. Мне просто нужно, чтобы, видишь, вот это такая игра. Я тебе спросил, ты честный будешь до конца? Ты сказал да. Так я честный абсолютно. Ты сейчас не считаешь, что ты немножко выглядишь, что ты немножко выглядишь, вот в этом плане смешным? Потому что ты сам понимаешь, что ты будешь... Да, слушай, мне все равно, понимаешь, чем дело? Мне все равно, как я выгляжу в твоих глазах, там, или в глазах твоей аудитории, кто сейчас смотрит твой стрим и так далее. Нет, я не утверждаю, я спрашиваю. Мне все равно, абсолютно, все равно на это, понимаешь, в чем дело? Но ты же не можешь мне доказать обратное, чтобы подразумевалось? А можно власть, возьмите власть в свои руки невооруженной путем, можно власть? Это можно как угодно. А как это? Я же не знаю. А я не знаю. А как это? Подожди, как это невооруженной путем взять власть в свои руки? Это как? Я не могу понять. Ну, так же, например. Подожди, вот приходит, там, кто-нибудь, кто-то говорил, там, к кому он обращался этим, к военным, да? Приходят к военным и говорят Зеленскому, вот, власть наша. Зеленский говорит, нет, что будет дальше? Все. Зеленский берется под охрану, сидит в кабинете президента, а в качестве власти переговорщика выступает человек, который возглавил это на поле ничего. Зеленский говорит, нет, нет, я остаюсь президентом, что будет дальше? И что? Ну, будет президентом, будет президентом. Переговоры будут вести с теми людьми, кто имеет власть. Президент у вас в стране не является властью. Власть является народом. Он является источником власти. Да, но... Нет, народ является источником власти. Источником власти, это то же самое, народ является источником власти, но вопросы все решаются с президентом или с министром иностранных дел и так далее. Если Путин еще раз заявляет, возьмите власть в свои руки, нам будет с вами легче договориться, нам будет с вами легче договориться. Этот вопрос даже задавали этому Лаврову, английский, по-моему, журналист, задавал тот же вопрос, я сейчас вспомнил, этот вопрос задавал, это не означает, сверните Зеленского? И Лавров точно так же отвечал при плюс-минус, как нет, конечно же нет. Он обратился к украинским солдатам, президент, 25 февраля, сказал, берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайки наркоманов и неонацистов, которые засела в Киеве. Это звучит как прямой призыв к военному мятежу, нет? Нет, это звучит как прямой призыв выполнять свой воинский долг, а не служить нацистам, которые отменяют все, что не нравится их режиму, включая русское образование, русскую культуру, русские средства массовой информации. Вот BBC там не отменили, потому что вы не скрываете правду на Украине о том, что там происходило 8 лет. Я вот вас спросил, ездили ли вы или кто-то из ваших коллег по BBC на Донбасс в течение 8 лет, когда там бомбили мирных граждан, киевские солдаты? Вы знаете, наша команда в течение 6 лет многократно обращалась к руководству ДНР и ЛНР за разрешение приехать, посмотреть, что происходит. Каждый раз, каждый раз отказ. Я думаю, что если бы на самом деле происходил там геноцид, они были бы заинтересованы в том, чтобы мы приехали и посмотрели. Ну нет. А почему не пустили? Я не знаю, почему вас не пустили. Я тоже не знаю. А вот наши журналисты работали там 24 на 7 и показывали результаты бомбардировок киевских батальонов. Ну потому что это не означает свернуть правительство. Это означает взять власть под свой контроль и договориться. Потому что у вас власть находится, вы управляете властью в данный момент времени. Вот и все, во время военного времени, во время военного положения. Если в стране есть президент, как можно взять власть под свою контроль? Объясни мне, как это произойдет? Очень просто. То есть сейчас в России могут силовики, военные взять? Смотри, воюют. Это сейчас не Зеленск. Подожди. Правильно, воюют люди. То есть сейчас Пригожин может взять власть России под свой контроль, да? Воюют. Но если у него это получится, то может. Что значит получится? Это объясни, это как? Ну если за него будет большинство россиян, тогда в принципе Пригожин может взять власть. Каким образом? Таким же образом, как было в 93-м году. Объясни, каким образом. Вот, например, там нету референдума, большинство людей за Пригожин. Таким же образом, как это было на Украине в 14-м году. Каким? Скажи, ну что будет? Ждайте госпереворот. Что будет в России? В результате переворота внутри страны. Что будет еще раз? В результате переворота внутри страны. Госпереворот будет. Ну да, это… Молодец! Это твои слова. Госпереворот будет. То есть ты утверждаешь, что если такой захочет в России, будет госпереворот. Но в то же время, получается, если такое будет в Украине, тоже будет госпереворот, правильно? Ну да, но когда минус на минус дает плюс, знаешь, что будет? Вот, тоже госпереворот. То есть ты поддерживаешь, чтобы в Украине был госпереворот, правильно? да я я хочу чтобы на украине произошел госпереворот чтобы в власти пришли те люди с которыми можно договориться остановить кровопролитную войну молодец и хочешь чтобы в украине был госпереворот но в то же время осуждаешь и говоришь почему в четырнадцатом году в украине был госпереворот как раз таки поэтому я и хочу чтобы в украине был госпереворот чтобы власть пришла нормально адекватно который был момент 14 года все просто володя ты же понимаешь там там ладья ты же сам себя противоречит где противоречит смотри мы с тобой имеем государство пока без флагов без имен имеем с тобой государство в котором в результате госпереворота к власти пришли преступники соответственно если провести еще один госпереворот чтобы убрать преступников и поставить законную избранную власть в этом ничего плохого нет по поводу госпереворота да там власти так далее это можно привести в параллели революция и контрреволюция значит такое когда происходит революция приходят одни а потом происходит контрреволюция то есть свергается те кто в результате революции пришел к власти так вот у вас же называется революция гидности как называется так вот призыв взять власть под свой контроль называется контрреволюция то есть возврат того что было на момент до революции это был госпереворот. Почему Российская Федерация тогда признала Порошенко? Российская Федерация признала легитимность Порошенко. Но незаконность. Почему? А Порошенко незаконным путем стал президентом Украины? Пришел к президентским выборам незаконно в результате того, что... Российская Федерация признала то, что Порошенко президент Украины. Поздравляла его? Российская Федерация признала легитимность. Легитимность это голос народа. Выбор народа. Народ выбрал Порошенко. Но Порошенко к своим... Порошенко к своим выборам пришел незаконно, потому что была нарушена Конституция Украины. Слышь, как я задаю вопрос. Российская Федерация признала, что на период с 2014 по 2019 год президент Украины Петр Порошенко или нет? Еще раз я повторяю. Российская Федерация признала легитимность президента, но не признавала ее законность. Это как? Объясни мне. Легитимность это голос народа, а законность в результате каких деятельностей президент стал президентом страны. Это называется дипломатией. Я об этом объяснял твоему адепту. Законность это референдумы. Если проведены референдумы, все было соблюдено, то президент Порошенко стал законным президентом Украины. Нет, он стал легитимным. Он стал законным президентом Украины. За Порошенко не голосовал Луганскую область, Донецкую область. Тем более того, к выборам, к президентским выборам, которые были объявлены Верховной Радой, он пришел, соответственно, с нарушением Конституции. Потому что Верховная Рада не имела права и полномочий по Конституции объявлять о выборах. Кто высший орган? Не Верховная Рада? В вашей Конституции прописаны пункты, когда президент может поменяться. Опять, подожди, ты опять вращаешься сюда, смотри, еще раз, если, подожди, если, подожди, если, хорошо, если Порошенко, получается, незаконный президент Украины, да? Почему вы подписываете договоры с незнакомым президентом Украины, можно узнать? Потому что нужно с кем-то договаривать. В дипломате. Так он же незаконный. Договоритесь с военными, что вы с незаконным президентом? Он сейчас представляет государство, но при власти, смотри, как он пришел к власти, нам глубоко насрать. Понимаешь, в чем дело? И любому другому государству, когда кто-то приходит к власти в результате госпереворота, в результате нарушения Конституции того государства, другим государству надо наплевать, с кем-то надо договариваться. Соответственно, признание было легитимности, что президент Порошенко является президентом, основываясь на выборе народа, на легитимности. И надо с ним было договариваться. Вот, соответственно, наш президент пытался с ним договориться, не получилось. Скажи, пожалуйста, в Минских соглашениях написано незаконный президент Порошенко или просто президент Порошенко? Президент. А что они написали, незаконный президент Порошенко? В Минских соглашениях про Порошенко ничего не сказано. В Минских соглашениях про Порошенко ничего нет? Ты читал хотя бы в Минских соглашениях хоть раз в своей жизни, если ты утверждаешь, что... Вторые, да, читал 13 пунктов. Там нет вторых Минских соглашений, это комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Ну да. Есть первое, открой первое. Это называется Минские 2. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. В первых Минских соглашениях фамилия Порошенко и Путина. Ты читал первые Минские соглашения? Первые Минские соглашения являлись меморандумом, на основе которого были заключены вторые Минские соглашения, которые были ратифицированы в Совете Безопасности ООН. Серьезно? Вторые Минские соглашения? Почему в первых Минских, если это вторые Минские соглашения, почему в первых Минских соглашениях есть шапка, а во-вторых нет? А ну скажи мне. Потому что первые Минские это меморандум, на основе которого был заключен договор, как комплекс мер выполнения. Это называется условно Минские 2. ты видел как выглядят эти документы видел видел как они оформлены и нет ощущения что они отличаются как они дуча к лошадке не включать самом начале давай я тебе покажу может быть ты не понимаешь чем я говорю только тоже открою соглашение только не бань меня окей вот так сейчас я тебе найду 1 минске и вторыми и как 3 2 а ладно ну ну но слава богу что я в этот момент искал этот у меня руки были заняты планшетом слава богу прикольно он читал минское соглашение где не знает что там про прошенка и путин написано так ну чё скажете народ его зрители пишут он слился вот 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 просто подумайте насколько тупоголовые люди бывают когда люди видят что я двумя руками ищу в планшете информацию мне интересно но я членом нажал на мышку или чем блин ну если посмотреть если смотреть на картинку на мою и на его тут большие вопросы кто из нас нажал да так народ давайте залить залетите сейчас к нему на стрим и скажите я готов продолжить он готов ну давайте давайте продолжим вот северный поток сейчас я скину его стрим напишите ему пожалуйста что я готов с ним пообщаться я уверен что сейчас его слышат мы его зрителей я готов с вами пообщаться готов поставить vpn любую страну и он попытается меня найти давайте я готов продолжить он готов он готов продолжить напишите ему что я готов продолжить он готов